Вопросы пенсионного обеспечения, новое в законодательстве и перерасчёт выплат. Вот, собственно, те вопросы, с которыми шли жители Слигорского региона на приём к первому заместителю председателя комитета по трудозанятости и социальной защиты населения Миноблсполкома. Всегда хочется получить по окончании трудовой деятельности как можно больше размер своей пенсии. Но есть законодательство, которое определяет чётко и правильно те размеры. А ещё вопросы трудоустройства. Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения на 1 октября составил 0,9%. При прогнозе на конец года – 2%. Вопросы трудоустройства, они во всех регионах достаточно обострены. Очень много людей приходит именно по вопросам трудоустройства, потому что где-то происходит оптимизация на предприятии, где-то освобождаются площади производственные, что-то закрывается, поэтому люди сегодня дорожат своей работой. В рамках месячника безопасности условий труда, объявленным на предприятии «Беларуськалий», специалисты охраны труда вместе с Татьяной Доморадской обсудили мероприятия, которые запланированы на ноябрь, и определили совместную программу взаимодействия. В Минской области за последние пять лет гибель людей от внешних причин сократилась почти вдвое. Если в 2010 году погибло 2600 человек, то в 2015 – полторы тысячи. Гибель снижается по всем направлениям, в том числе и по производственному травматизму. В Минской области позитивная динамика, но все-таки задача, которая ставилась на прошлом году на снижении гибели в два раза, мы пока не получили. Основные причины гибели людей – неосторожность на производстве, на воде, на пожарах, отравление алкоголем, дорожно-транспортные происшествия и суициды. Казалось бы, сегодня создана вся нормативная база, имеются необходимые условия, но порой на местах случается совсем по-другому. Порой мы кого-то жалеем, порой где-то соглашаемся с тем, что не стоит применять какие-то жесткие меры. Но, тем не менее, трудовая дисциплина, ответственность, принципиальная позиция должна быть и у руководителей, и воспитывать ответственное отношение со стороны самих работников. Потому что практически половина случаев, которые происходят – это или личная вина работников в травматизме, или недостатки в организации работы руководителей. За январь-сентябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производственного травматизма с тяжелыми последствиями, в том числе и смертей, отмечается в 11 регионах области, в том числе и в Солигорском районе. Сегодня, если посмотреть по Солигорскому региону, то мы имеем всего 23 случаи травматизма, из них 5 смертельных и 18 тяжелых. По области, немножечко динамика, тоже уровень прошлого года. То есть мы имеем немножечко снижение по тяжелым, ну а смертельные практически один к одному. Вот у нас 25 смертельных, как в прошлом году, так и в этом году. Ну, расследования еще не завершены, но тем не менее цифры свидетельствуют о том, что вопрос производственного травматизма, он достаточно серьезно стоит в области. Продолжение следует...